То, что понятие уже вбили в голову, как и сейчас привычное, Бог – это во, Он может все, Он все творил и так далее. Но, как я говорил, если человек создан по образу и подобию Господа Бога, помните, как в Библии написано, да? Почесал Господь Бог за правым ухом, почесал Господь Бог за левым ухом. Вообще-то странно. Говорят, Господь Бог, Он бестелесный и так далее. Так? Вы не задумывались над вопросом? Кто Моисею передавал скрижали? Говорящий, горящий куст. А ведь христианство – это просто вариант иудаизма, так же, как и все остальные религии, за исключением буддизма. Так вот, получается, по иудаизму и так далее, вообще Бог не имеет каких-то форм. Ну, там же описано так, это не я придумал. А вопрос, а почему же ты создал по образу и подобию себя, и мы получились, какими получились? Мы имеем такие формы? Вроде есть? Есть. И руки, и ноги, и голова, и все остальное. Так получается как? У него какой образ подобия? Он бестелесный, как пишут в одном месте? Или образ подобия, как мы? Вот мне что-то непонятно. Ну, это Ехве приходило, это уже потом. Да, еще и зачинал детей с Евы, я помню, читал. О, хороший Бог, да? Пришел к своим созданиям и не удержался. Видно, Ева ботала такая соблазнительная. Ну, не в этом дело. Так вот, понимаете, противоречие, вот люди читают и не видят противоречий. В одном пишут, что Бог бестелесный, его нельзя увидеть, потому что он не имеет формы. А в другом, он приходит и так далее, и так далее. Это просто кодирование. Вот если брать программирование с Библии, с Торы, и человек потом читает, у него глаза лезут на голову, потому что, как же, я читал, а ты не видел. Потому что, кроме того, что там текст написан, еще идет зомбирный человек. И человек понимает, так выгодно тем, которые написали. Они до того уверены, что их зомбирование работает безупречно, что они даже не пытаются выбрать противоречий, ни с того, как ужасно. Ну, во-первых, даже так, ну, я тоже знаю, что он не был безтелесный, он был действительно в форме, а какой-то куст говорил. А вообще-то, знаете, вот если бы сейчас вы бы пришли, и сказали, Санойс говорил Бог в виде унитаза. Ну, может быть, куст может говорить, а почему унитаз говорить не может? Ну, я не понимаю, разница. Вы можете объяснить разницу? Если куст может говорить, почему унитаз? Вот унитаз говорил и дал мне новое стрижалие. И я требую, чтобы все подчинялись этим законам, потому что Бог мне сказал. Скажите, что бы с этим человеком было сейчас? Они такие есть, между прочим, и не один. Ну, почему-то все находятся в клубе веселых находчивых. Знаете, да? Понимаете? И опять-таки, если Бог создал нас по своему образу и подобию, то есть мы, получается, копия Бога, да? Так извините, если у Бога, если у человека столько грехов есть, ну, как называют, столько проблем, то получается, все есть отражение того самого Господа Бога. То получается, что он далеко, он развратник. Он пропагандирует разврат. Вспомните, говорит, Содом и Гоморра. Помните, да? Лота. Я когда читал, я просто показался с осмеху. Это преподносится к высшим добродетелям. Сначала Лот предлагает, когда ангелы пришли предупредить жителей Содома и Гомера о том, что если они прекратят развратничать, и он их уничтожит, то ангелов хотели изнасиловать. Лот предложил, не насилуйте ангелов небесных, вот насилуйте моих дочерей. Ой, какая вот большая духовность, а? Вот, давайте, вот моя дочка, пожалуйста, возьмите ее, отдайте мне ангела небесного. Но на этом не закончилась противоречия. Дальше, что, помните, он единственным уходит из города со своей семьей. Помните, да? Две дочери и жена. Жена оборачивается, превращается в остальной столб, ну, помните. И остается он с двумя дочерьми. Последний мужчинка, да? Я понимаю. Ну, смотрите, какие его, как говорится, чистые, как говорится, добротельные дочери, высоконравственные. Первая ночевка, его дочери напевают стерику и заставляют его спать с собой. Мораль и нравственность на самом высоком уровне. Я понял последний мужчинка, я бы еще понял, да? Но, учитывая дальше и дальше, оказывается, что ближайшее поселение, где мужчинки есть еще, находится в 10 километрах, в самом деле, 15 километров. То есть, ему же было подождать до утра. И они не нашли себе мужчинок, если уж так уж замуж не в терпешке, говорят. Но они не ждали утра. Они не знали об этом? Знали. Ну, извините, и это преподносится к высочайшей морали. Вот он единственный был достоин спастись из города и так далее. И так далее.